Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как я и обещала, сегодня мы поговорим о самой чувствительной теме для всех – это налоги. Итак, мы знаем, что 2 сентября состоялось заседание правительства, на котором концептуально одобрены изменения в налоговых различных документах и законах, и правилах подзаконных, которые предусматривают ряд мер, анонсированных как снижение нагрузки для работодателя на заработную плату, увеличение реальных доходов населения и увеличение конкурентоспособности Латвии. Сегодня мы обсуждаем эту тему, анонсы и реальность с экономистом, финансовым консультантом и налоговым консультантом Евгением Зайцевой. Добрый день, Евгения. Добрый день. Итак, вы, как всегда, скептически относитесь к налоговым изменениям, предлагаемым правительством, и у вас есть аргументы, почему эти изменения не таковы, как их анонсируют. В чем же тут дело? Ну, начнем сначала, может быть, немножко уточним и успокоим наших слушателей. То, что обсуждает сегодня общество, то, что было принято 2 сентября, это еще не изменение в законах. Да, то есть еще нету. Это одобренный концепт некий. Это даже не концепт, а это называется информационное сообщение. Информационное сообщение о планируемых, предлагаемых налоговых реформах на три года. На три этапа. И приниматься они должны вместе с бюджетом на 2021 год. Да, если это информационное сообщение, то, что предложено в этом информационном сообщении, будет одобрено всеми сторонами, с которыми правительство обязано это согласовать, тогда чиновники примутся вписывать эти нормы в законы. И эти законы, изменения в этих законах, будут в бюджетном пакете. Бюджет у нас в СЕИМ должен поступить в октябре. Обычно вообще нормальная практика сентябрь должна была поступить и месяц для обсуждения, но в этом году, скорее всего, это будет октябрь, потому что наши господа чиновники очень сильно переработались из-за ковида. Да, конечно, они прям трудились. Вот, они очень много трудились, они очень много, как сказал один министр, их нельзя им зарплату сокращать, потому что оценка работы чиновников делается по количеству документов, сколько они сделали. А во время ковида они работали так много, что документов было принято и подготовлено так много, что им даже премии надо платить. Ну, о том, что качество документов, которые они готовили, было, мягко говоря, не очень хорошее. Да. То им приходилось каждую неделю или даже два раза в неделю эти документы подправлять. Ну, возможно, это была тактика, чтобы получить премию. Да. Итак, что же нам предлагают? Предлагают три этапа. Этап 21 год, 22, 23. Что нам хотят предложить на 22 и 23, в этом информационном сообщении практически не прописано, кроме общих каких-то фраз. Более детально прописано то, что предлагается на 21 год. Первая часть касается якобы снижения налоговой нагрузки, на работника и налоговой нагрузки для работодателя, связанная с налогами на зарплату. Но я здесь хотела бы напомнить, что одна из политических сил, которая сегодня участвует в правительственной коалиции, шла на выборы с лозунгом «три раза по 500». То есть 500 евро – необлагаемый минимум, 500 евро – минимальная зарплата и 500 евро – также необлагаемый минимум для пенсий. Вот, видимо, реализацию этой идеи прекрасной мы увидели наконец-то цифру 500 евро. Нет. Здесь нету и близко никакой реализации идеи, которая была провозглашена. Здесь опять скрывается очередной обман. Именно реальный обман. Потому что в 2018 году у нас провели налоговую реформу расчета подоходного налога с населения с заработной платы и с доходов человека. Был введен так называемый дифференцированный необлагаемый минимум, смысл которого заключается в том, что максимальная сумма дифференцированного минимума, вот в этом году это 300, и на следующий год собираются оставить тоже 300. 300 евро в месяц. Да, 300 евро в месяц. Вот эту максимальную сумму необлагаемого минимума может получить только тот человек в этом году, чьи доходы, средние доходы, не только зарплата, а все доходы, не превышают в месяц 440 евро. А в следующем году те, у кого это зарплата, не зарплата, опять я оговорюсь, доходы, не превышают 500 евро. Вот вы так подчеркиваете зарплата и доходы. В чем тут разница? Ну все же на зарплату живут. Ну очень просто. Возьмем одинокую мамочку с ребенком. У нее зарплата, она работает на минимальную зарплату. Зарплата на бумаге 430 евро. Но у нее дополнительный доход есть в виде семейного пособия. По-моему он 15,50. Да. 15,50 плюс 430, это уже будет 445,50. То есть вот эта мамочка одинокая сегодня уже не имеет права на необлагаемый минимум в полном объеме. То есть у нее начинают вычитать зарплаты? Нет, я отнимаю не 300, а 297, 296. Там нужно смотреть, сколько они отнимают. И эту вот планочку решили поднять. И то же самое, если, допустим, человек имел машину, он ее продал, он обязан сообщить об этих доходах, и эти доходы в этом году увеличат его среднемесячный доход. И если ему даже применяли необлагаемый минимум, его ждет сюрприз, что нужно вернуть налог государству. То есть как бы на продажу личного имущества какой-то налог не применяется, но если вы продали машину, у вас эти доходы присоединяются к вашей зарплате, и вы автоматически становитесь должны государству. Вот об этом, уважаемые радиослушатели, мы хотели бы вам донести эту мысль, подчеркнуть ее, чтобы вы были бдительны. И предлагаем вам звонить по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9 в студию и задавать свои вопросы нашему сегодняшнему гостю, налоговому консультанту, экономисту Евгению Зайцевой. И вот вернемся к обману, да, то есть сейчас 440, то есть минимальная зарплата плюс семейное пособие 15-50, то есть почти 300 евро применяется, необлагаемым минимумом. В следующем году планочку подняли 500 евро, сумма среднего дохода, до которой будет применяться 300 евро. Берем ту же мамочку, минимальную зарплату собираются поднять до 500 евро. Значит, она априори сразу вылетает за пределы, потому что пособие на ребенка, семейное пособие-то останется, она сразу вылетает за пределы, что ей уже 300 евро применяться не будет. Это вот эта нижняя планка. А то, что нам рассказывают, есть еще верхняя планка. То есть вот эти 300, сегодня до 440, завтра до 500 применяются в полном объеме, а как только доход человека превышает этот минимальный рубеж, он, этот необлагаемый минимум, начинает сокращаться. Сегодня, когда средний доход достиг 1200 евро, необлагаемый минимум становится равен нулю, причем это не зарплата, человек продал квартиру, налоги с этого платить не надо, личное жилье продал. При продаже не надо, но по итогам года возможно. Возникнет подоходный налог с населения, потому что у него был необлагаемый минимум применялся, а здесь продал квартиру, ему больше не применяют. Вот это 1200. А на следующий год нам рассказывают, как сильно заботиться. Эту планочку поднимают 1800. Классно, да. Но дело в том, что если посмотреть чисто элементарно, математически, то разница очень большая. А тут сделаем маленький расчет по полному комплекту зарплаты, который предлагается. Так вот, выигрыш человечка с зарплатой, минимальной зарплатой в 500 евро, если у него нет других доходов, у него выигрыш будет составлять, так, скромненько, сейчас скажу, сейчас скажу, запуталась цифра, много табличек, много, у него будет 6,74 в месяц. То есть аж 6 евро 74 цента он выиграет. А человечек, который получает зарплату в 3000 евро, выиграет еще больше. Так, скромненько, 11,55. Ну, это же просто подарок населению. Да, на 6 евро много можно себе позволить в месяц. Да, на 6 евро. Вот я сегодня утром просто не позавтракала, мне нужно было пойти покушать, но зашла в любимое место, которое, слава богу, опять открылось, но я потратила почти в два раза больше, чем обычно. То есть цены выросли в два раза в общепите. Практически. Я понимаю, им нужно выжить. Клиентов мало. Да, расходы покрывать нужно. То есть обман заключается в чем? Дифференцированный минимум. Его можно и нужно было бы поднять выше. Но когда у нас такая низкая планка минимальной зарплаты, поднимать, не облагая минимум, еще выше бессмысленно. Что нужно сделать? Нужно поднять вот этот нижний предел. Сегодня 440, завтра нам предлагают 500. Его надо поднять хотя бы до 700. То есть люди, которые имеют средний доход в размере 700, имеют право на 100% необлагаемого минимума. А после 700 он начинает уменьшаться. Вот это был бы реальный выигрыш для человека и для правительства. Потому что у человека таким образом, да, подоходный налог с населения будет чуть меньше государства получать. Но человек получит денежки, и куда он эти денежки понесет? В магазин. В магазин заплатят за услуги, не будет тех проблем, что сегодня Рейгос Нам Павловник сказал, проблема подключения отопления. То есть от этого выиграют все. Хорошо. Если поднять вот этот предел, от которого принимается минимальный предел, к которому применяется полный необлагаемый минимум. Сколько человек тогда выиграет? Очень много. Потому что настоящая зарплата не та, которой руководствуется правительство. ЦСУ, когда выдавало информацию о средней заработной плате за первый квартал этого года, 20-го, ЦСУ сделало приписку. Какая проблема? ЦСУ обязана использовать международные методики. Но у нас очень много людей, работников, доработные, работают неполное рабочее время. И человек, почему? Потому что есть работа на полдня. За эти полдня человек получает 500. А статистика обязана соединить между собой, вывести общий, какой доход. Они должны эти 500 разделить на количество часов. Определяется средняя часовая ставка и умножается на полный рабочий день. И таким образом один человек работает. Полдня получает 500. Для статистики, но это формально, статистика не виновата. Они как будто получают тысячу. Да. И средняя зарплата по стране, по больнице, у нас зашкаливает за тысячу. Ах, вот в чем дело. Да. А между прочим, со средней зарплатой вычисляются жалования чиновников, депутатов Сейма, министров. И требования налоговой инспекции, что у вас слишком низкая зарплата на предприятии, ставят, приводят в оранжевую зону уже предприятие, что низкий рейтинг и так далее. А что сейчас будет, по сути дела? Если у нас в предприятии будет вводиться, ну, мы еще забыли, там вторая позиция есть, а вот третья, тот феномен, который нам предлагают очередной раз наступить на грабли по введению минимального объекта уплаты социальных платежей, он просто приведет, вот если мы берем людей, которые работают в неполную ставку, да, по сути дела, есть работа для одного человека на полдня, для другого на три дня и так далее. Что можно сделать? Можно, подняв зарплату, требуя платить социальный платеж не меньше, чем с минимальной, чего не происходит часто, да, у работодателя будет один вариант. Какой? Простой. Уволить. Уволить. И оставить одного человека на полторы ставки, но платить ему за ставку. То есть, получается, условно, вот, разберем на пальцах, приходит, там, уборщица, да, в какой-то офис, ей платят, ну, она убирается, там, раз в два дня, ей платят полставки, и, соответственно, с этих полставки, объясняя налоговой инспекции, что реальной работы для человека на полную ставку нет, они вполне удовлетворяют, так сказать, свою потребность. Теперь получается, получается, что по новым правилам, которые предлагаются, человек работает неполную ставку, независимо от объема работы, которую реально выполняет человек, налоги за него надо заплатить с минимальной зарплатой. Еще хуже. Еще в фантазии. Человек, вот, та же уборщица, работает в трех местах. Каждый месяц, вместе она получает полставки, по 100 евро. Ну, допустим, да. Ну, она приходит, там, раз, иногда в неделю, вот у меня уборщица приходит раз в неделю, допустим. Больше нет смысла убирать офис. Значит, она получает в трех местах по 100 евро. В совокупности, у нее сумма дохода меньше минимальной. И теперь по новым правилам, то, что предлагают нам, налоговая инспекция каким-то образом должна будет соединить всю ее зарплату в трех рабочих местах. И если в итоге не наберется минимальной зарплаты, то она должна будет, налоговая инспекция, определить сумму доплаты социального платежа до минимальной ставки. Она сама уборщица? Нет. Налоговая инспекция определит, а вопрос, кто будет платить, пока открыт. То есть, или один из трех работодателей, или все три пропорционально, или сам человек. Прекрасно. Прекрасная идея. Очень легко реализуемая, самое главное. Да, самое главное, что вот почему я говорю, что это фэнтези, потому что это даже при большом желании нельзя реализовать технически. Да? Даже если можно прописать компьютерную программу, усложнить систему обработки информации о доходах физических лиц в системе налоговой инспекции, усложнить ее на порядок, да? Потому что сегодня доходы суммируются по людям по итогам года только один раз. А здесь это должно будет делаться онлайн все время. Ежемесячно. Да? Вот вчера я столкнулась с тем, что человек сдал годовую декларацию о доходах, ему нужно, налоговая инспекция попросила сделать поправки. Мы зашли, открыли поправленную налоговую декларацию, и вдруг налоговая инспекция выдает дополнительный доход человека. Если до этого возврат был 700 евро, тут стало 200. Я начинаю проверять. Показано, как будто зарплата. На этой фирме человек не имеет трудовых отношений. То есть в том же системе, если я проверяю, трудовых отношений нет. Это юридическое лицо выплачивает деньги этому человеку. Никакого сообщения не дало. Да? Ну и в-третьих, человек говорит, у меня был авторский договор, а ему зарплату загнали. Ну вот это... Вообще я пыталась задвониться до инспектора, который занимается этим делом, а на трубку не брала. То есть первый раз я с таким столкнулась, что вручную внесено... Это вообще нонсен. За последние лет 15 я с таким не сталкивалась. Вручную внесен доход, полученный от юридического лица, якобы трудовые отношения, у которых нет никаких следов. А что здесь будет? Каждый месяц... Ну а цель простая, взыскать с человека деньги. А потом вопрос с кого? Ну с человека, который получил эти доходы. Что я сделаю с уборщицей, которая у меня стоит 100 евро? Ну и налог 24. То есть 124 евро она мне стоит. А на руки она получает 70. 159, да? Угу. Хорошо. Что я с ней сделаю? Да простите меня, я просто уволю. Я просто ее уволю. Потому что я не буду платить доплату. У меня просто на это не рассчитано, мой бюджет. Я просто эту уборщую уволю. И буду платить кэшем. И самое смешное, что в этом информационном сообщении есть три приложения. Третье приложение выдала налоговая инспекция. Оценка всего это. Угу. Везде фактор риска. Уход в теневую экономику. Сокращение доходов. Все, что здесь предлагается. У нас и так эта сфера. Мы еще не дошли до так называемых самозанятых лиц и микроузням. Да? Угу. Но по всем позициям налоговая инспекция говорит, риск будет хуже. Теневая экономика, люди уйдут, потому что тот же дик ставос по балсисмаксос, да? Вот моя практика показала так. Те физические лица, у которых был статус микропредприятия, они получили дик ставос по балсис. А те, которые были так называемые самозанятые, им сказали, гуляй, Вася. Вы слишком мало платите. Первоначально был очень большой критерий загнан, потом второй был критерий загнан. Тоже высокий. Потому что не дорабатывают люди так много. Да, у них есть теневой оборот. Есть. Ничего не сделаешь. Но давайте разбираться, почему у нас в Латвии такая ситуация. Вот один из, какая-то дискуссия я слушала, один из участников дискуссии сказал, ну давайте разберемся, почему мы все время сравниваем Литва, Эстонию и так далее. Давайте разберемся. У них другие правила расчета. У них другие правила. У них нету больше, у них нет понятия дифференцирования облагаемым минимумом. У них нет суммы в той же Литве, да, и в Эстонии, нету суммы, до которой применяется полный необлагаемый минимум и суммы, после которой вообще не применяется необлагаемый минимум. У них этого нет. То есть они минимум применяют для всех? Да, как у нас было до 18-го года. У нас он был маленький. У нас был самый большой, 90 латов до истории успеха. Потом господин Домбровский, автор истории успеха, опустил до 35 латов, потом подняли до 45 латов, и потом это превратило в всё, реорганизовалось, было 75 евро максимальное, а в 2017 году было опять опущено до 60 евро. Да? А у них 500. Так о чём мы сравним? О чём мы говорим? Разные правила игры и результат разный. Но самое главное, что вот мне говорили предприниматели, например, в том же 2018 году, что эти налоговые изменения, они всегда идут в сторону усложнения. То есть людям в бухгалтерии приходится очень много трудиться над тем, чтобы вычислить ту зарплату, которую человек получает на руки. Вот мы сейчас, наверное, сделаем перерыв небольшой на рекламу, буквально 2-3 минуты. Вот мы как раз здесь подчеркнём этот вопрос. И цена вопроса сейчас. Цена вопроса сейчас. То есть если будет принято то, что сейчас здесь предлагается, для расчёта зарплаты нужно будет изменять бухгалтерская программа. Не надо путать. Бухгалтер ручной сегодня ничего не считает. Это бухгалтерская программа. За апгрейд, обновление бухгалтерской программы надо будет платить деньги. Так вот, выгода работодателя, апгрейд стоит от 10-15, а то и 100-200 евро. И вот при зарплате в 3 тысячи евро работника работодатель сэкономит 15 евро. И заплатит за апгрейд 200. Прекрасно. При наличии зарплаты в 3 тысячи евро. Да, хорошо. Небольшой перерыв и вернёмся к разговору о зарплате нет-то, брут-то и вообще о наших доходах. Добрый день ещё раз. В эфире программа «Подоплёка». Мы сегодня разбираем предлагаемые Кабинетом Министров налоговые изменения, которые преподносятся как большой шаг навстречу наёмным работникам, увеличение их доходов реальных и повышение конкурентоспособности Латвии в сравнении с другими странами, в том числе балтийскими, потому что сократятся расходы на рабочую силу. Итак, до перерыва мы выяснили, что миф о повышении реальных доходов населения это реально миф или может быть обман даже, как говорит Евгения Зайцева, наш сегодняшний гость, эксперт и налоговый консультант. Манипулирование цифрами, потому что 1800 привлекательная цифра. А я помню, это максимальный рубеж, которым применяется кусочек необлагаемого минимума. Перед этим, перед 1849 необлагаемым минимумом будет примерно 2 евро. 2 цента. А, 2 цента даже. Да. То есть, сэкономит человек 0,25 тысячных. Да. 25 суток. Значит, с конкурентоспособностью как-то тоже все не складывается, потому что, ну, как мы выяснили до перерыва в части программы, что необлагаемый минимум в Эстонии и в Литве применяется ко всем доходам. Совершенно верно. Без дифференциации, а у нас это будет дифференциация. Она уже есть. Она уже действует 3 года. Она уже действует 3 года, и более того, новые изменения будут вынуждать предпринимателей покупать новые версии бухгалтерских программ, которые будут стоить им возможно больше, чем они сэкономят на той самой рабочей силе. То есть, расходы предприятия на самом деле не уменьшатся, а соответственно и не уменьшатся себестоимость продукции или там услуг или еще чего-то. И в результате конкурентоспособности, о которой громко нам сообщил кабинет министров в своем сообщении от 2 сентября нынешнего года, она тоже является мифом или обманом. Здесь нет ни мифа, ни обмана. Здесь просто люди используют термин, не задумываясь, что он означает. Ну как, если мы говорим, что у нас себестоимость не уменьшится, что такое конкурентноспособность? Конкурентноспособность это если я могу обеспечивать больший доход и главное большую прибыль. Как я могу это сделать? Я могу объемы продаж увеличить, но внутри рынок маленький, нам нужно выходить за пределы Латвии, а для того, чтобы выходить за пределы Латвии, мне нужно вложиться очень много, как мне один раз сказал, очень опытный маркетолог еще 20 лет назад. Если ты хочешь достигать объема продаж, твои расходы на раскрутку, знаешь, сколько должны составлять? От 30-40% от дохода, от оборота. Это очень много, да. Да. Кто у нас из наших предприятий это может себе позволить? А если столько тратить не можешь, лучше не трать. Сэкономите деньги. Вот так мне сказал опытный маркетолог еще 20 лет назад. И я ему верю. Да? Значит, конкурентоспособность с помощью расширения рынков сбыта, продаж и так далее, вот здесь могло помочь государству. Но у нас государство здесь так это какие-то мифические выставки с дорогущими павильонами. Но сейчас и выставок нет, потому что ковид. Совершенно верно. Значит, вот конкурентоспособность в этом направлении, как нам говорят, мы поддерживаем экспортные отрасли. Ребята, как вы поддерживаете? Да вы даете им гранты. Вы можете отходить их от каких-то налогов, от каких? От подоходного налогов с предприятия, очень большая нагрузка была на бизнес, уже освободили с 2018 года. Уже три года предприятия немножко вздохнули. Бюджет на этом потерял 400 миллионов. Сегодня потихонечку восстановление идет, но до полного восстановления, я говорила, 10 лет. То есть, с 28-го года доходы от подоходного налогов с предприятия по новой схеме с 2018 года могут восстановиться в бюджете. Значит, от этого больше освобождать нельзя. Мифические льготы по сегодняшнему подоходному госпиталью не мифические. У нас спорт в прошлом году просел, потому что никто больше не дает пожертвования, потому что нет реальных льгот. Дают только по знакомству и так далее. Хорошо. Что еще такое конкурентная способность? Увеличение прибыли при сохранении оборота. Для этого мы должны сэкономить расходы. Это одна из задач администратора, руководителя предприятия минимизировать затраты. Тогда прибыль возрастает и тогда я хорошо живу. У меня увеличится конкуренция. Если и надо, я могу снять продажные цены, уменьшить их. Для этого нам нужно сэкономить расходы. Что нам предлагают сегодня? Возрастание расходов под маркой, под якобы маркой сокращения налоговой нагрузки. Налоговая нагрузка здесь сокращается в лучшем случае на 1%. А то и на 1% сокращается. Это совокупный систем лукавством, я не хочу говорить грубо обман, лукавством, которое касается сокращения социальных платежей на 1%. Пол процента сработника уменьшат, пол процента хотят уменьшить сработодателя. Я напомню, что на 1% социальные платежи были подняты с 2018 года. И это было сделано не просто так, а в систему социального страхования государства был добавлен дополнительный седьмой вид страхования. Страхование на медицину. И 1% все согласились платить, надеясь, что медицина станет более доступной. но к этому уже предлагался в этом же налоговом пакете предлагался инструмент включения в систему финансирования медицины тех групп людей, которые не охвачены социальным страхованием, в частности микропредприятий и самозанятых лиц. Люди были готовы заплатить, только проблема-то оказалась. С другой стороны, менеджеры сферы здравоохранения Веселебнационал с Веселебцентр, который обладает самой информацией и решающим словом, так и не захотел выдать информацию четкую о количестве услуг, которые человек за эту страховку получит. Да, о квотах и так далее, о доступности медицины, о том, чтобы было доступно куда, как записаться, чтобы не пропадали записи, которые полгода назад были сделаны. Любая частная структура, я месяц назад записалась, мне накануне отзванивают, вы будете? Да, я буду. Вы не будете, у меня есть очередь, я позову кого-то, кто придет. Но не в день, когда это будет, за день, за два мне звонят и спрашивают. А у государственных структур, у государственных больниц на это денежки не тратятся. Хотя это нонсенс, да? То есть электронно сейчас все это можно сделать. И вот проблема-то какая? На 1% социальные платежи хотят сохранить, при этом рассказывают, что на медицину будет направлено 5% социальных платежей. И здесь мистика. На 1% мы сокращаем. За счет какого вида социального страхования? Напомню, 1% добавили на медицину именно. Значит, будет обрезать, уменьшать процентное распределение на какой-то другой вид страхования? На что? На пенсию, на безработицу, несчастный случай на производстве, больничное, материнство или страхование родителей. Ну, здесь никак не получается 5% выкроить с какого-нибудь одного вида. За исключением пенсии. Так вот, получается, то есть, 1% будут сокращать, уже что-то будет сокращаться, а взять эти 5% неоткуда. Да, где еще 2, 2 или 3 будут за счет подоходного налога с населения, который, кстати, рассчитывается от другой суммы. То есть, социальный платеж рассчитывается от брутозарплат. Вот у вас есть 1000, с нее сначала рассчитали сегодня 11% не 110, с оставшейся суммы, если у вас там есть право на необлагаемый минимум, отнимает необлагаемый минимум, с остаткой берут подоходный налог с населения. А сейчас, получается, 2% хотят от подоходного налога с населением? От какой суммы? Так что, возвращаемся опять к 1000? Грунта суммы? Это что, мы меняем полностью всю систему расчетов налогов? Тогда, извините, полетит вся система налоговой инспекции. В общем, понятно, что какое-то происходит бредовые какие-то обсуждения вокруг этих налогов, а я не понимаю цель. Вот что хотят добиться? Как вам видится это, Евгения? Фэнтези. Они хотят показать, что они что-то делают? Я бы вообще на месте господина Каренча вообще не трогала бы сейчас ничего. Почему? Потому что не учтен фактор риска, который есть в следующем году. Если вы помните, в следующем году у нас год выборов самоуправления. Но не просто выборы очередные, а у нас должны состояться выборы самоуправления по новому территориальному отделению. Сейчас что происходит? Сейчас хотят подоходный налог с населением, который причитается государству и самоуправлению, перераспределить. Опять-таки для того, чтобы медикам заплатить. Опять-таки получается, скажите, скажите, 5% от чего вы хотите считать? Или вся сумма подоходного налога с населением? Ну так подоходный налог с населением платится же не только с зарплаты, а со всяких прочих видов доходов, с дивидендов, от продажи недвижимости, от продажи имущества, далее капитала и так далее. Там же много чего. Платит его и авторское вознаграждение, платит его микропредприятие, платит физическое лицо, которое ведет хозяйственную деятельность, платят потенщики. Так что вообще, что вы делаете, ребята? Смысл какой? Сейчас, когда не устаканилась новая структура административного отделения, когда непонятно, как будут работать Думы и так далее, это же все еще висит в воздухе. А выборы не за горами, они, по-моему, в мае будут, или в июне следующего года. И это нужно решать сейчас при бюджете, понимать, как самоуправление будет работать. И если сегодняшний совет самоуправления согласится с правительством, то они, по сути дела, убивают свою предвыборную кампанию следующего года. Ну почему? Говорят же о том, что делается перераспределение сумм по доходам налога в пользу правительства, в пользу государственного бюджета, для того, чтобы как раз самоуправлением манипулировать лучше. То есть, дело не в этом. Дело в том, что сегодня... Мы вам обещаем какие-то еврофонды, обещают же какие-то миллиарды. Дело не в этом. Дело в том, что самоуправление, если выборы состоятся вовремя, они приступят к работе летом следующего года. И у них останется очень мало времени для того, чтобы разобраться с финансами. То есть, когда мы имеем выборы в той структуре самоуправления, которая давно существует, там есть административный аппарат, там есть статистика доходов-расходов. И я могу прикинуть, хорошо, у меня отнимают 5% по доходу населения. Это стоит столько-то. За счет чего буду экономить? За счет чего буду экономить, какую компенсацию буду просить от правительства. А теперь представь, Люся, у нас место самоуправления Цельсиса, к нему там будут добавлены какие-то еще новоцы и так далее. И вот та драчка, что идет, кто-то там какой-то новоц к какому-то присоединяется и хочет быть в Латгалии, хочет быть битземит. То есть, это совершенно новые структуры. Да? Они будут реально созданы после выборов, следующего года. То есть, это лето, июль 2021 года. Доходы уже будут сокращены. На 22-й год, то есть, дальше должно быть перераспределение, как доходы за полгода, второе полугодие 21-го века, 21-го года, будут перераспределяться по новой структуре самоуправления. Там будет полный хаос. А у нас идет время использования денег на восстановление экономики от Евросоюза. Три года нам дают. А, кстати, об этих деньгах. 21-е мы уже потеряли таким образом. Кранты и субсидии, как декларирует правительство, или это другой источник? Это очень большой секрет Евросоюза. Европарламент с подачи Еврокомиссии нарушил договор о монетарном и фискальной дисциплине. Вот как? Да, и впервые в истории Евросоюза Евросоюз, как единая организация, выступила и создала государственный долг Евросоюза. То есть выпустили ценные бумаги Евросоюза, евробонды, которые размещены на финансовом рынке, и эти деньги нужно будет отдавать всем государствам Евросоюза в перспективе. То есть это при том, что у нас есть фискальная дисциплина, требования дефицита бюджета пропорционально размеру валов внутреннего продукта и так далее. Так вот Евросоюз, у которого дефицит, бюджет уже давно к НАПЕ сводится частично с дефицитом, об этом тоже не говорят. Первый раз дефицит в бюджете Евросоюза появился, по-моему, почти 10 лет назад. Ну, по крайней мере, лет 8 назад. А сейчас Евросоюз пошел на то, что выпустил еврооблигации, евробонды. Это государственный долг уже не конкретной страны, члена Евросоюза, а всего Евросоюза в целом. Именно эти деньги… А кому он должен? Он же сам деньги печатает. Нет, выпустили еврооблигации, евробонды, так называемые, они размещены на финансовом рынке. На финансовом рынке сегодня есть голод, ценных бумаг, которые можно покупать, которые имеют высокий рейтинг, гарантии. То есть, тот, кто вкладывается в ценные бумаги, он руководствуется рейтингом, на какую они категорию, А, Б, Ц и так далее. То есть, есть мусорные… Насколько надежные они? Насколько надежные. Евросоюз, как международная организация, как политико-экономический союз, считается очень надежным. И так как дефицит ценных, ну, как бы достойных ценных бумаг, надежных, большой, то разместить удалось. И вот эти деньги частично поступают в виде грантов, хотя это блеф. Это все равно потом нужно будет отдавать всем странам Евросоюза, и наша страна в течение трех лет будет получать деньги, на которые договорился господин Карнич, и это заемные деньги. Как они будут поступать дальше? Вопрос очень открыт. Ну, то есть, фактически, это означает, что платежи в Евросоюз, в общую бюджетную копилку, они будут увеличиваться, и так или иначе все государства должны будут искать источники, как это покрывать. И сроки там очень короткие, 28-й год, по-моему, был назван. То есть, в нашей стране, если мы вернемся к этому, в следующем году у нас наступает финанс, если мы даже ничего не делаем вот с тем, что у нас есть, у нас финансовый хаос, финансирование работы самоуправления, потому что нужно перестроить их работу. На это будет только полгода, а дальше нужен будет бюджет на 22-й год, и они не смогут этого сделать, потому что информации не будет, аппарат не так быстро работает и все прочее. То есть, по сути дела, 21-й год потерян для использования денег Евросоюза, вот этих, для восстановления экономики внутри страны в рамках самоуправления, 22-й год, может быть, во второй половине появится понимание, раскачаются, да, а там 23-й год и все, деньги закончились, период закончился, деньги-то могут как раз остаться, но все еврофонды недоиспользованы, за все 20 с лишним лет, то, что мы их получаем, они недоиспользованы, мы не умеем их использовать. Вот, это вот то, что объективно уже запущено, и на это накладывать еще вот это все, ну, я не знаю, какой разум надо иметь. То есть, убить бизнес, да, у нас не остается времени, я понимаю, но авторское вознаграждение, которое правительство хотело затронуть, вроде бы, есть информация, что они отложили. Ну, больше, больше, наверное, всех волнует, ну, массово волнует вопрос микропредприятий, потому что даже согласно вот этому сообщению Кабинета министров, который висит на сайте нашего правительства за 2 сентября, написано, что фактически есть желание перевести микропредприятия в обычный налоговый режим, это означает, что сегодняшние возможности там выплачивать зарплату через микропредприятия, они ликвидируются, и само правительство признает, что в результате этого 32 тысячи человек сразу же окажутся на улице, то есть это будут безработные, а 32 тысячи возможно перейдут в режим обычный налоговый, а возможно не перейдут, то есть при том, что у нас сегодня там порядка 70 тысяч безработных, да, это сейчас будет еще расти без всего этого, это означает, что количество безработных увеличится вдвое, это ну пинок под зад людям, чтобы они дальше уезжали из страны, или что? Я понимаю, а при этом еще идет полный обман, за что ратует наше правительство? Какие предприятия им нужны? С высокой добавленной стоимостью. Ребята, что такое высокая добавленная стоимость? Это предприятие, где мало расходов, и этим предприятиям, ну им невыгодно платить обычный режим. Для них статус микропредприятия самый подходящий, потому что основная масса, кто получает статус микропредприятия, это сфера услуг, а сфера услуг как раз и есть та область, где есть высокая добавленная стоимость. Господа, определитесь, что вы хотите? Развитие предприятия с высокой добавленной стоимостью? Тогда не рубите сук, на котором сидите, потому что это сфера услуг, и здесь статус микропредприятия самый удобный, причем что микропредприятие обеспечивает социальную защиту лучше, чем физические лица, так называемые самозанятые. На порядок высшая защита сегодня уже существует. Или вы не хотите иметь предприятие? То есть, то, что эти люди социально не защищены, это от этики обманут. Это личная неприязнь к микропредприятию сегодняшнего министра финансов. Я эту неприязнь увидела и слышала еще, когда в Семьи работала, когда он разговорил бюджетную комиссию, а это был, извините меня, 8-9-10-й год, с тех времен он постоянно против них выступает и так далее. Это полный миф. Полный миф. А что ему так микропредприятия наступили на горло? Не знаю. Не знаю. Микропредприятия, я еще раз говорю, вот та статистика, которую дала налоговая инспекция в своих расчетах, она очень некорректна. Выхвачены отдельные цифры и с ними манипулируют. А что это за статистика? Ну, данные написано микроузнем нодоклюмакс это эскайт. Количество плательщиков налога с микропредприятием. Да, формулировка некорректная, потому что есть плательщик, налогоплательщик, это может быть физическое лицо, то есть, как я потом поняла, это оказывается микроузнем нодоклю дарбинэк эскайт. Ах, вот как. То есть, это не количество предприятий. Нодоклюмакс статус микропредприятия, потому что там есть СИИ, есть физические лица со статусом микропредприятия, и сколько же у нас СИИ со статусом микропредприятия, мы не знаем. Если эти 80 тысяч разделить на 5 максимально, это тоже будет неправда. И там вот другие позиции точно так же выхвачены, и вот говорят, они так будут. Там нужен анализ патрослям и так далее. А информация у налоговой инспекции есть, но ее никто не спрашивает. Вот министерство финансов, оно полагается на свои мифические расчеты. И постоянно нам рассказывают, как хорошо в Литве и Эстонии. Но почему там так хорошо? Никто не хочет. Об этом никто не рассказывает. Никто не обращает внимания. Вот берут этот слог, график и показывают. Вот я тоже могу показать вот этот график, который я построила. Но у меня две линии. Да? Прошлый и следующий год. А у них там четыре линии. И какая-то Литва, какая-то Эстония. Но, ребята, если у нас правила расчета налогов другие, чем в Литве или в Эстонии, ну нельзя сравнивать, что лучше, брюки или юбка. Нельзя их между собой сравнить, кто лучше, мужчина или женщина. Сравнить можно. Двое брюк, какие из них лучше. Даже шорты и брюки нельзя сравнивать, потому что это разные вещи. Размер. Пятидесятый или срок второй? Это уже второй вопрос. А вот сравнить две пары брюк, их можно сравнить по цвету, длине, размеру, фасону. Но сравнить брюки и юбка нельзя. Но, между прочим, в том же самом сообщении Минфин признает, что на самом деле отличие Латвии от Литвы и Эстонии в плане расходов на рабочую силу сохранится при всех этих новаций. То есть, непонятно, зачем тратить деньги. И морочить людям голову, если, в принципе, раз, два, три и ничего не произойдет. Проблема в другом. Проблема в том, что Министерству финансов нужно подготовить бюджету этого года несколько цифр обязательных. Вот мы говорили о минимальной сумме, которая применяется полный необлагаемый минимум и максимальной сумме. Вот эти параметры и сама сумма необлагаемый минимум, они были установлены на три года. 18, 19, 20. То есть, закончилась линейка. Нужно назвать новый. И вот они решили, вместо того, чтобы просто рассчитать новые цифры, определиться, наградить огород. Мы же начали уже, Евгения, когда мы начали обсуждать эту тему и зарплату чиновников, было уже сказано, что они очень много документов производят, поэтому их надо не пособие за простой выплачивать, а выплачивать в премии. Вот они и стараются, порождают все новые документы, которые мы тут с вами и обсуждаем. Сегодня мы обсуждали налоговые изменения, которые предложены на заседании правительства 2 сентября. Эти налоговые изменения декларируют повышение зарплаты, снижение расходов на рабочую силу и увеличение конкурентоспособности Латвии в сравнении с другими странами, прежде всего с другими балтийскими странами и наша сегодняшняя гостья Евгения Зайцева, налоговый консультант и экономист, на примерах разъяснила, что эти три цели, декларируемые в документе, являются недостижимыми, мягко говоря. Прямо противоположными. Да. Эту программу, сложную, может быть, для восприятия, вы сможете увидеть буквально уже вечером сегодняшнего дня в Ютубе радио Болтком под оплёкой Евгения Зайцева сегодня у нас рассказывала нам о том, как будут жить предприятия, как будем жить мы, как налогоплательщики в следующем году. Если примут то, что предложила правительство. Есть надежда, что не примут. Да, есть надежда, что не примут, но, тем не менее, некоторые вещи уже действуют. Это дифференцировано не облагаемый минимум. И, в частности, когда вы получаете зарплату, имейте в виду, что в случае, если вы вдруг продадите что-нибудь личное, там, машину за тысячу евро или за две. И при этом учтите, что скрыть это не удастся. Да. Налоговая инспекция это всё видит. Налоговая инспекция это всё видит, а вам придёт письмо счастья с просьбой подоходный налог, потому что критериям применения необлагаемого минимума вы уже более не соответствуете. Итак, программа «Подоплёка». Программу провела Людмила Прибыльская. Всего доброго. И в гостях у нас была Евгения Зайцева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин